В одной части станицы школа, администрация, детский сад, в другой – большая часть населения. А между ними новая трасса с двойной сплошной. Чтобы из дома добраться, например, на работу, нужно выехать на загруженную дорогу, проехать около двух километров и только затем выполнить разворот. В противном случае штраф или лишение прав. Сделано четыре полосы движения, которые разделены двумя сплошными линиями. То есть это ограничение движения водителям, которые пытаются выполнить маневр внутренний, грузовому транспорту, места для разворота. А нет, вообще ему только или на кольце проехать развернуться, или уезжать в город после воинской части разворачиваться, потому что там везде все идет сплошными линиями, и разворот не предусмотрен. В итоге долгожданный ремонт трассы обернулся неудобствами. С надеждой повлиять на ситуацию местные жители обратились за помощью в региональный штаб ОНФ. Его сопредседатель Виктор Надеян оперативно выехал на место, где организовал встречу с представителями ГИБДД, дорожной компанией и жителями. Оказалось, изменение разметки может повысить аварийность на этом участке трассы. Мы вышли на обсуждение, что нужно сделать. Два момента. Это постановка двух светофоров в станице, плюс дополнительная полоса и регулировка режима дополнительные повороты на уже существующем регулируемом перекрестке. Жители, в свою очередь, предложили установить камеры наружного наблюдения для фиксации нарушений и все-таки изменить схему организации дорожного движения. Свои идеи в виде письма они уже отправили в Министерство дорожного хозяйства и транспорта края. Теперь слово за специалистами. Ситуацию на личном контроле будут держать и члены регионального штаба ОНФ. Яна Лукошкина, Ставропольское телевидение.